Доброе утро, Настя! Известно, что творчество... Доброе утро, коллеги! Евпатория — это не просто курорт, а настоящая здравница, которая еще и претендует на звание всероссийской. Именно поэтому к творчеству детей, то есть особенно серьезно, занимаются с ними настоящие профессионалы, и один из них сегодня у нас в студии. В гостях Иван Кудрявцев, заслуженный художник Крыма, учитель первой категории, учитель года. Здравствуйте! Здрасте! Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь с детьми? Много лет уже, большой трудовой педстаж. Мы в Евпатории, у нас школа в этом году, в 20-м ей будет 40 лет. Очень школа с интересной историей, с потрясающим преподавательским составом. Школа небольшая по площади, но очень активная, мы участвуем во всех мероприятиях, и муниципального уровня, и регионального, и всероссийского. Огромное количество проводим разных мероприятий, конкурсов, выставок, семинаров и так далее. И, безусловно, ведя такую активную творческую жизнь, мы стараемся поучаствовать абсолютно в разных мероприятиях, в разных каких-то творческих проектах. И вот такой активный образ жизни у нас школа регулярно проводит. Я знаю, что помимо всех мероприятий вы занимаетесь еще и частью инклюзивным образованием детей, а одна из ваших учениц участвует в конкурсе «Преград.нет». Расскажите, правда ли творчество помогает реабилитации детей с инвалидностью? Да, очень важно для детишек, конечно, вы же сами понимаете, что для них очень важна социальная адаптация, чтобы быть в окружении других детей, не чувствовать себя каким-то другим. Вот это вот единение со всеми, быть как все, участвовать во всех абсолютно проектах. Из-за этого очень прекрасно и мы очень благодарим организаторов, что у нас такое количество разных мероприятий, которые помогают детишкам социально адаптироваться, помогают заниматься творчеством, чтобы они чувствовали, они должны чувствовать вот эти эмоции, что если они вложили в свой труд желания, способности, талант, они видят отдачу от своей страны, от своего государства, от мероприятий вот таких вот, когда они могут поехать там в «Сириус», в «Артек», их везут на какие-то интересные творческие концерты, выставки. То есть они видят отдачу, то есть они трудятся и получают в ответ много вот эмоций, чувств различных. И вот тогда ребенок счастлив, тогда у него глазки горят, и тогда он вот чувствует вот эти вот, знаете, что про него не забыли, что он такой же, как все, и вот это самое главное для нас, для преподавателей, что мы можем создать эти условия для ребенка. В проекте участвует одна ваша воспитанница. А сколько всего детей с какими-то проблемами со здоровьем у вас занимаются? Знаете, вот я даже стараюсь не заострять на этом внимание. Я делаю это, создаю, мы в школе создаем такую ситуацию, что ребенок вот просто этого не замечает. Он приходит, и одноклассники, они все как одна команда, они все вот творческая атмосфера. Мы говорим об искусстве, говорим о литературе, о музыке, о живописи, об истории, о философии, о чем угодно. То есть рисуем, участвуем в конкурсах, в проектах. Я не обостряю этот вопрос. И вот наша задача, как преподаватели, создать вот эти условия благоприятные, чтобы ребенок был счастлив, понимаете, чтобы у него горели глаза. Наша задача какая? Чтоб счастлив был, чтоб получил профессию, выбрал в своей жизни то, что благодаря чему, связав жизнь с той профессией творческой, которую он выберет, чтоб он был счастлив. Вот самая главная задача. Я знаю, что ваших воспитанников поощряют не только на конкурсах и разных мероприятиях, но и вы сами это делаете. Часто вы ездите у кого-то с своими воспитанниками? Да, да, мы постоянно, я их стараюсь стимулировать таким, потому что это колоссальный стимул, когда ты берешь ребенка, он готовится, он ждет это мероприятие, когда он понимает, что он будет самостоятельно, на него откладывается какая-то ответственность за то, что он готовится к этому какой-то поездке. Представьте себе, жить на даче творчества Куинджи или на даче творчества Коровина, видеть рядом настоящих мэтров, художников, которые со всей стороны приезжают и работают. Запах красок, палитр, холсты, понимаете, атмосфера. Там Воронцовский дворец, пишем, парк, море, чайки вокруг, солнце, понимаете. И вот эта атмосфера творчества, настоящие эмоции, чувства, вот вся атмосфера дружности, вот это единение, общих задач и целей. Какие-то стоят там в Сенье Пальм работы, и мы их обсуждаем, как-то говорим, что, как, нюансы, все, все, все. Вечер какой-то при свечах, где мы говорим об искусстве, читаем стихи и так далее. Это вот детство, это то, что каждый преподаватель должен создать. И, понимаете, ребенок вырастет, он сегодня ребенок, завтра он взрослый, он вырастет и пронесет через всю свою жизнь вот эта память. Это для него будут маяки, светлые и яркие моменты в его жизни, которые занят в будущем, и он своих уже детей будет так воспитывать. Мы просто, как преподаватели, все обязаны создавать вот эту память, яркие моменты. Яркие не в смысле какие-то прожекторы, реклама, все мелькает и так далее. Нет, яркие, эмоционально-чувственные, вот внутренние, очень чистые, добрые, наполненные какими-то светлыми и очень искренними воспоминаниями. Вот это в души детей нужно закладывать, и именно это создаст иммунитет против вот этой вот темноты и, извините за слово, попсы нашей жизни. Ну, я думаю, что для настоящего творческого человека важно все-таки еще и признание, и у вас достаточно часто проходят в художественной школе выставки детей. Расскажите о ближайших планах, когда ближайшая выставка, и что еще в планах у вас, как у художника? Спасибо. Значит, в художественной школе проходят регулярные выставки, как учащиеся, как плановые, то есть два раза в год, это в конце декабря плановая выставка, просмотр работ, и в мае месяце, в конце мая месяца. Это две плановых выставки. Все остальные выставки, которые проходят, обычно проходят либо выставки выпускников, либо выставки преподавателей. Вот, они тоже проходят раз или два в году. Спасибо большое, Иван. Спасибо. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся. Мне было с вами очень интересно. Я желаю творческих успехов и вам, и вашим воспитанникам.